МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Граждане этого государства могут продолжать находиться на территории Российской Федерации. И все преференции, которые у нас есть и существуют на сегодняшний день, они будут в полной мере применяться в отношении данной категории граждан. То есть, соответственно, мы говорим о том, что они могут у нас продолжать находиться, то есть мы будем продлять им срок пребывания. Для граждан Украины это каждый раз на 90 суток при обращении за продлением срока пребывания. Для граждан Донецкой и Луганской народных республик это на срок, который они заявят, и на каждый последующий год, пока они будут здесь у нас находиться. С 18 февраля по 28 июня этого года на территорию региона прибыли и поставлены на миграционный учет около полутора тысяч граждан Украины, Луганской и Донецкой народных республик. Работа с этой категорией граждан ведется в приоритетном порядке. Мы очень активно взаимодействуем с Министерством социальной защиты по Тверской области в плане проверки всей той информации, которая поступает в данное министерство, для того, чтобы граждане, которые обратились к ним с заявлением, могли получить единовременные выплаты и материальную поддержку. Сотрудники полиции напоминают, граждане Украины, ДНР и ЛНР, пребывающие на территории России более 90 дней, обязаны пройти дактилоскопию и медицинский осмотр. Мы призываем не только граждан этих государств, но и всех остальных иностранных граждан, которые пребывают здесь долгосрочно, то есть которые приехали на срок более 90 суток, в общем-то, исполнить свою обязанность и обратиться лично в подразделение по вопросам миграции, для того, чтобы мы смогли их идентифицировать, провести обязательную дактилоскопическую регистрацию, и чтобы впоследствии при дальнейших выездах и въездах на территорию Российской Федерации у них не было проблем, потому что мы выдадим им соответствующий документ, который будет подтверждать исполнение их обязательств. На сегодняшний день статус временного убежища Верхневолжья получил 831 гражданин Украины, Донецкой и Луганской народных республик. У всех них сразу же есть возможность подать документы на получение гражданства. В мае этого года в соответствующий указ внесены изменения, в соответствии с которыми, кроме перечисленных граждан Украины, Донецкой и Луганской народной республики, граждане Украины, проживающие в Запорожской и Херсонской республики, также имеют право обратиться с заявлением о приобретении гражданства. Для этого необходимо лишь обратиться с заявлением в подразделение по вопросам миграции. Решаются вопросы и с отсутствием документов у женщин, сменивших в браке фамилию. Мы пишем соответствующие запросы в МВД России, и при получении ответов мы на своем уровне уже принимаем решение о приеме документов. Второй путь получения гражданства – участие в государственной программе, действующей в нашей области с 2007 года. В настоящее время граждане Украины, Донецкой народной республики, Луганской народной республики имеют право участвовать в государственной программе при наличии без всяких условий стажа в течение года трудовой деятельности на территории России. То есть достаточно трудоустроиться у работодателя Тверской области, и появится возможность участвовать в государственной программе. Напоминаем, участникам государственной программы предусмотрены меры поддержки. На каждого участника государственной программы и члена семьи, проживающего по временному убежищу, выплачивается двукратная величина прожиточного минимума. Подробную информацию можно получить в подразделениях управления по вопросам миграции.